Восточное Средиземноморье В 2019 году Средиземноморский газовый форум нацелен на поддержку создания регионального газового рынка, что может обеспечить продвижение экспорта природного газа из региона в Европу и другие государства. На днях министр энергетики Израиля Юваль Стейниц в интервью американскому телеканалу OCNBC заявил, что страна была бы рада присоединению Турции к Восточно-Средиземноморскому газовому форуму. Насколько такая перспективна, привлекательна для Турции? Как это отразится на развитии торговых отношений в регионе и почему? Некоторые эксперты видят в этом прямой путь к восстановлению дипломатических отношений между Турцией и Израилем. Обсудим в сегодняшнем выпуске общественно-политической передачи «Глобальная дискуссия» с Анастасией Лавриной. Здравствуйте! Сейчас на связи со студией Ари Гуд, израильский эксперт в области международных отношений, Турул Исмаил, турецкий политолог, профессор, и Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития в России. Добрый вечер, уважаемые эксперты, добро пожаловать к нам в эфир. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемый Арий, давайте начнем с вас. Вы сейчас находитесь в Израиле. Вот это фраза израильского министра энергетики о том, что в принципе Израиль видит возможности для дальнейшего развития энергетической взаимосоставляющей между Израилем и Турцией. Расскажите нам побольше об этом. Какие перспективы в частности вы видите? Ну, смотрите, отношения между Израилем и Турцией фактически начинаются в 1948 года. Турция была первой страной, которую признало государство Израиль в первые годы ее независимости. И долгие годы фактически она была единственной страной, которая имела дипломатические отношения с Израилем. И эти отношения с 90-х годов XX века были стратегическими отношениями. Потом, в этот период времени Турция и Израиль были очень близкими друзьями на военном уровне, на политическом уровне. Вы знаете, события 2010 года связаны с Мави Мармара. И с этой точки зрения, конечно же, имея стратегические отношения, когда произошло событие Мави Мармара, отношения из стратегических, политических превратились в нулевые. Нельзя, конечно, я не сторонник того обменять во всем только Израиль или только Турчий. Но в данном случае произошло то, что произошло. К сожалению, в турецком руководстве больше иногда господствуют эмоции, и нет конкретно то, что касается национальных интересов. Но экономическое сотрудничество продолжалось, несмотря ни на что. Говорю, это не потому, что мне так не нравится Турция. Наоборот, Турция та страна, которая является стратегическим промышленным союзником Израиля в этом смысле. Несмотря на тяжелый политический фон, геополитический фон между странами, на уровне экономики у нас сегодня небывалые результаты. Никогда в истории израильско-турецких отношений торговый оборот между Израилем и Турцией за прошлый год составил 10 миллиардов долларов. То есть ни с одной страной мира, которая вокруг Турции и вокруг Израиля, эти страны не имеют таких очень близких бизнес-отношений, очень хороших торговых отношений. И поэтому Израиль в данном случае, даже последний парад в Баку, когда азербайджанская армия победила в отечественной войне, многие говорили о том, что на этом параде, на самом деле, когда человек понимающий немного в этих технологиях, очень было много израильских технологий, понимаете. И все понимали, что здесь большую победу, конечно, одержал азербайджанский народ, одержал азербайджанский солдат и азербайджанский президент, но в данном случае те технологии, которые были из Израиля и из Турции, были теми технологиями, которыми стали реально движущей силой победы Азербайджана в этой войне. Поэтому уже в этот период времени и в израильской прессе, и в турецкой прессе, в том числе, мне поправят, если что, очень много обсуждалось, что же мешает этим странам сегодня сотрудничать с Турции. Если посмотреть на ситуацию, то, что связано с арабским миром, это тоже сегодня, вчера я прочитал информацию, что объединенные Арабские Эмираты открывают посольство в Тель-Авиве. Нам очень важно, с этой точки зрения, я как представитель азербайджанский, диас, представитель общины, могу сказать, что нам очень тоже важно открыть азербайджанское посольство в Тель-Авиве. Это очень важно для наших отношений. Поэтому с этой точки зрения Азербайджан тоже стал той движущей силой восстановления отношений между Израилем и Турцией. Именно, я помню, даже в рамках передачи мы обсуждали роль Азербайджана, которая может сыграть в восстановлении отношений. У меня бывает почти каждый месяц встреча с исполняющим обязанности посла. В следующем месяце или в апреле прибудет новый посол Турции в Израиле. Тот факт, что новый посол Турции в Израиле прибывает и готовит нового посла Израиля в Турции, говорит о том, что между странами на определенном энергетическом уровне, я не открою большого секрета, что и на разведывательном уровне все эти отношения происходят. В данном случае надо договориться на политическом и геополитическом, потому что практически все страны, я не скажу все, а большинство стран Ферсийского залива сегодня готовы нормализовать отношения Израиля и не только нормализовать, но в то же время готовы открыть дипломатическое представительство в Тель-Авиве. Все эти отношения в данном случае должны вести к тому, что Турция как была, как есть, и так и будет самым важным стратегическим экономическим партнером Израиля. Может быть, скорее всего, в скором будущем, когда будет все, что будет связано с газовым коридором, Израиль в данном случае будет той, которая будет той движущей силой для укрепления этого газового коридора. Здесь заинтересован и Азербайджан, и Турция, и Израиль, и страны регионы. Вот давайте как раз спросим у нашего турецкого эксперта, Тухрул Малим, что вы думаете по этому поводу? Все-таки, как сказал господин министр, Израиль был бы рад присоединению Турции к Восточно-Средиземноморскому газовому форуму. Как вы, как человек, который находится в Турции, рассматриваете такой вариант возможного сотрудничества? Ну, хочу напомнить, что израильские и турецкие отношения, несмотря на даже на самый критический период, никогда не останавливались. Они постоянно держались, и дипломатические отношения были. Кроме того, гуманитарных вопросов было поддержкой всегда, и товарооборот не уменьшался, наоборот увеличивался. И, естественно, здесь два главных вопроса, которые так или иначе действуют на политику в регионе, то есть между нашими странами. Это два основных вопроса. Это филистинская тематика, палестинская тематика и естественное отношение США. Ну, палестинская тематика, это всегда в наших отношениях очень проблемная тематика. Я не буду подать подробности, а отношения с Соединенным Штатом Америки, это постоянно, как скажем, в положительном смысле мы можем это отметить. Но, естественно, в период Трампа были некоторые негативные моменты, которые тоже отрасились негативно на политике Турции в регионе. Ну, я бы хотел с другого начать. Конечно, конкретно к вашему вопросу хочу отметить, что Турция и Израиль – это два государства в регионе, которые без участия этих государств, но в частности, например, без Израиля в Ближнем Востоке некоторые вопросы решать невозможно. Также и, естественно, в Восточном Средиземноморье, тоже хочу напомнить, то же самое и Турция. Без Турции, без участия Турции решить конкретно все вопросы и на Ближнем Востоке, и на Восточном Средиземноморе практически невозможно. Поэтому я считаю, что высказывания или пожелания, так скажем, по поводу сотрудничества в области природного газа или транспортировки этих газов, эти проекты были. Турция предлагала в свое время использовать территорию Турции для отправки израильских газов в Европу и так далее. Эти переговоры и шли, и идут, и никогда не останавливались. Но в последнее время были такие моменты, где в Восточном Средиземноморье были попытки, я не имею конкретно Израиля, но другие государства, которые пытались просто отстранить Турцию и решить эту проблему без участия Турции. Конечно, естественно, это практически невозможно. Поэтому я думаю, что такие высказывания, они очень своевременные и необходимы. Почему? Потому что именно исходя из регионального сотрудничества, учитывая интересы всех региональных государств, можно, тем более таких региональных государств, как Турция, как Израиль, любые проблемы можно разрешить очень просто и без каких-либо затруднений. Тем более опыт Турции в области энергетической хаба есть. Турция уже, напомню, что с Азербайджаном по проекту ТАНАП не только Турция покупает у Азербайджана природный газ, но и совместно с Азербайджаном этот газ будет поставляться в Европу. И кроме того, у Турции, опять же, в регионе с Азербайджаном совместно, в большие проекты, в Южном Хавказе так, и эти все проекты энергетические трубопроводы, нефтетрубопроводы или газотрубопроводы, они проходят через Турцию. Поэтому, еще раз повторю, опыт есть. Еще один маленький момент, я хочу, чтобы вы прокомментировали. Вот если мы говорим о возможной конструкции и дальнейшем эксплуатации газопровода Израиль-Турция, ведь еще в 2016 году Турция отметила, что это будет один из самых коротких и дешевых путей экспорта газа в Европу. То есть Европа сама должна быть заинтересована в развитии такого партнерства? Естественно. Тут я же это имею в виду. То есть опыт Турции есть. Естественно, самый безопасный, может быть, трубопровод как раз не под морем, или тем более на сухопутные участки это всегда более экономично и более безопасно. То есть здесь еще безопасность этих трубопроводов тоже необходима с этой точки зрения. Естественно, самое главное здесь себестоимость, то есть доставка через территорию Турции израильского газа, это очень обойдется. Израиле тоже очень дешево и самый короткий путь. Но я не хочу напомнить, что и катарский газ в свое время пытались довести до Европы. К сожалению, тематика серии как раз возникла по этим вопросам, то есть конфликт по этой почве. Я думаю, что исходя из этого, учитывая тот факт, что Исраиль знает, так скажем, цену своим, так скажем, экономическим интересам, исходя из этого, конечно, сотрудничество, оно будет в дальнейшем увеличиваться. Я думаю, что, хотя сказать немножко, что да, все вопросы разрешены и будут быстро, в кратчайшие сроки ожидать то, что все стороны придут к общему знаменателю восточной середине земноморья. Очень рановато. Но еще раз хочу напомнить, что возможности, по крайней мере, экономическое и энергетическое сотрудничество между Турцией и Израилем, они открыты, существуют. Эти возможности есть. Я думаю, что в этой области наши страны смогут найти общий язык. Перспективы предпосылы есть к этому. Хочу также узнать мнение нашего российского эксперта Дмитрий. Что вы думаете об этом? Ведь в целом, если мы заговорим о нынешней геополитической реальности в мире, затронем тот же самый Всемирный экономический форум, который проходит в онлайн-формате, стартовал сегодня, то практически все эксперты и выступающие лидеры стран отметили, что необходимо тесное экономическое сотрудничество между странами, чтобы восстанавливать экономику, которая существенно пострадала в период коронавируса, локдаунов, закрытых границ и так далее. Но, возможно, это и есть одна из систем, которая, если страны будут развивать в регионе подобного рода взаимодействия и, соответственно, активизировать экономическое и энергетическое партнерство, которое также выгодно и странам Европейского Союза, то это буквально можно считать одним из направлений для вот этого успешного восстановления в постпандемический период. Как вы считаете? Ну, и да, и нет. С одной стороны, энергетические проекты, конечно же, очень сильно завязаны на потреблении и на спрос. То есть не они являются локомотивом восстановления экономики, а восстановление экономики является локомотивом, который должен запускать энергетический проект. Пока что восстановление экономики идет достаточно медленно, по крайней мере, на Европейском континенте. В Китае, да, гораздо быстрее. Поэтому, может быть, восточное направление экспорта углеводородов выглядит пока привлекательнее. Но сам даже Си Цзиньпинь сегодня отметил в рамках Всемирного экономического форума, что экономика Китая существенно пострадала в период пандемии коронавируса. Да, конечно, конечно. Это одна из немногих стран, это не единственная крупная экономика, которая показала реальный рост в 2020 году на фоне падения экономики других стран и на американском континенте, и в Евразии. Дальше, следующий важный момент. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, то Европа-то как раз пытается отказаться от ускоренного потребления углеводородов, и в этом отношении сложные проекты, а без сомнения подводный трубопровод, газопровод являются очень сложным технологическим проектом, может просто не успеть к тому пику потребления, который возникнет после восстановления экономики Европы. Потом потребление постепенно будет падать, и драйв на возобновляемую энергетику все-таки может превозобладать. Поэтому пока что, скорее всего, речь будет идти о сотрудничестве в сфере СПГ. И сейчас, как мы видим в рамках вот этого форума, в рамках договора государств, участвующих в Восточно-Средиземноморском партнерстве, в газовом форуме, основной все-таки драйв – это СПГ, СПГ, заводы, которые находятся в Египте. И из Израиля пока что газ поступает прежде всего туда, это с месторождений и Тамары, и Зарах, и Эль-Виафан. Часть идет на внутренний рынок, часть идет на СПГ, заводы. В Египте, Египет в этом отношении достаточно в сложных отношениях находится с Турцией. И вот, с одной стороны, это ось Израиль-Турция перспективна для сотрудничества, с другой стороны, проблемные моменты между Египтом, как одним из драйверов нынешнего форума, нынешнего Восточно-Средиземноморского партнерства, и Турцией еще скажут свою роль. Без сомнения, Израиль заинтересован в том, чтобы урегулировать отношения, прежде всего, может быть, на месторождении Афродита, на месторождении Левиафан, и чтобы они начали полноценно эксплуатироваться в Восточном Средиземноморье. Но другие игроки, которые участвуют в данном процессе, и Кипр, и Греция, и Египет, крайне осторожно будут, на мой взгляд, на сегодняшний день относиться к данным инициативам. Поэтому, вот, сжиженный газ, да, трубопроводы – следующий шаг, и, к сожалению, может быть далеко не быстрый. Почему, к сожалению, особенно для России? Перевод всех экспортных поставок газа в основном в сферу СПГ делает газ такой же системой поставок, как и нефть, где основную вещь играют различные финансовые инструменты, деривативы, фондовый рынок, а не прямые поставки. Основную прибыль в этой ситуации получают игроки на бирже, а не страны-производители или страны-транспортеры. В этом отношении у России прямой интерес такой же, как и у Турции. Мы заинтересованы в том, чтобы, прежде всего, страны-добывающие, страны-транспортирующие, углеводороды получали основную прибыль от этих сделок. И вот игра вокруг трубопроводов и вокруг поставок СПГ это один из факторов сегодняшнего дня. Поэтому мне кажется, что говорить о том, что восстановление экономики реально сможет переломить ситуацию, ну, еще трудно. Будут разные участники данных процессов с разными интересами. Не факт, что победит здравый смысл трубопроводного газа. По крайней мере, мы можем ожидать, что две страны, это сейчас я говорю про Турцию и Израиль, постараются, как минимум, нормализировать отношения в политический диалог, если такое возможно. Конечно же, предпосылы к этому есть. Разговоры об этом идут еще с августа прошлого года. Тогда отмечалась и роль Азербайджана. И в целом, что две страны, они нацелены развивать сотрудничество, потому что, как мы уже отметили, в экономической сфере страны наращивают свой потенциал. Так почему же не попробовать и в политическом направлении сделать это? А тут, если говорить про энергетику, возможно, не в рамках этого восточного Средиземноморья в целом форума, а именно между двумя странами, поговорить о совместных разработках, ну и, возможно, и дальнейшей транспортировке газа в то же время на европейский рынок, на мой взгляд, вполне реальные перспективы, которые, в свою очередь, в интересах обоих стран. Ария, возвращаемся к теме, которая была очень актуальной на прошлой неделе. Это инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Америки. К власти в США пришел Джо Байден. Мы эту тему уже детально обсуждали, но в то же время вопрос того, как будут строиться взаимоотношения между США и Израилем, США и Турцией, пока не совсем понятно. Но некоторые эксперты отмечают, что вот такой союз, в целом, израильско-турецко-американские отношения часто описывают как треугольник, который, в частности, зависит друг от друга. То есть, если США заинтересованы в развитии отношений с Израилем, если там стоит Турция как член НАТО, и при этом у каждой из этих стран есть свои собственные интересы развивать это в рамках трехстороннего сотрудничества. Как вы считаете, может ли новый человек в Белом доме каким-то образом активизировать присутствие США в регионе? В интересах ли в Соединенных Штатах сближение Турции и Израиля? И как это все может отразиться в целом на регионе Ближнего Востока? В принципе, по большому счету, на самом деле, США заинтересованы в стратегическом отношении между Турцией и Израилем. Израиль в данном случае проявляет интерес для того, чтобы восстановить отношения. Вы знаете, что период Дональда Трампа в Израиле считают очень успешным периодом, потому что за эти годы было сделано очень много в налаживании сотрудничества со странами Персидского залива. И поэтому никто бы себе не мог представить, что сегодня израильтяне могут спокойно посещать Дубай и все страны Персидского залива. Но при этом я всегда с гордостью говорю и говорил, что Азербайджан был той страной-пионером, куда израильтяне ездили, ездят и еще будут ездить. Поэтому в данном случае я тоже понимаю, что в Турции после победы Азербайджана в отечественной войне прекрасно понимают, что с Израилем надо работать и все крепостно понимают, что без Израиля Турции будет очень тяжело в регионе Среднего Востока. При том, что, несмотря на то, что опять же повторяюсь, может быть, на геополитическом уровне и политическом уровне отношений не было, на разведывательном уровне, на военном уровне, на геостратегическом уровне эти отношения были. На экономическом уровне не говорим. То, что касается нового президента, для Израиля этот период сегодня неопределенный. Хотя очень много пишут в прессе, что у него, у Байдена в команде очень много представителей еврейского лобби, еврейской национальности. Это очень сложный рост, потому что политика Байдена это фактически продолжение внешней политики Обамы. Она не была самой лучшей в отношении Израиля. То, что касается израильско-турецких отношений, конечно, я думаю, что Байден рассчитывает на то, что отношения между Турцией и Израилем будут, потому что в данном случае в этом заинтересованы сами страны. И несмотря на то, что некоторых вызывает большое сомнение, что эти отношения могут не быть, и это связано с руководством Турции, с руководством Израиля. Я, как человек, который имеет очень тесное отношение с посольством Турции в Израиле, и почти каждый месяц мы встречаемся, они все мне говорят, как представители турецкого посольства Терравили, что мы очень заинтересованы чтобы эти отношения были. Несмотря, может быть, на тяжесть политических отношений, во всем остальном у нас нет никаких препятствий. Препятствия, конечно же, есть. Конечно же, это связано с Египтом, потому что отношения Египта и Турции не очень хорошие, и мы знаем, что это опять же связано с политическим режимом в Каире. Кому-то он может нравиться, кому-то не нравится, но у Израиля в данном случае очень достаточно хорошее отношение на политическом уровне с Египтом, поэтому рано или поздно, я думаю, нужно думать не об эмоциях, не об определенном политическом эго. Надо думать об интересах страны. В данном случае, если Турция в определенном случае понимает, что происходит сегодня в Израиле практически все, что произошло в регионе Персидского залива, и говорит о том, что отношения нужно восстанавливать, эти отношения будут работать не только на Азербайджан и Израиль, если мы говорим об Азербайджане, это будет работать на Азербайджан тоже. При том, что у Азербайджана самые лучшие отношения с Израилем и на политическом уровне, и на государственном уровне, и на самое важное человеческом уровне. На экономическом уровне наше отношение примерно 4,5 миллиарда долларов, а с точки зрения человеческого фактора в Азербайджане сегодня проживает практически 25 тысяч евреев, горских и ашкенадских евреев, европейских евреев, а в Израиле проживает практически 100-тысячная община выходцей Азербайджана. Я представляю Азербайджанский дом в Израиле, и поэтому понимаю, как нам важно не просто развивать, не просто поддерживать, а углублять наши отношения. И то, что произошло во время Отечественной войны, где Азербайджан применил самые лучшие достижения израильской военной промышленности, еще раз доказали, что никакая другая страна в наше отношение влезать не может, несмотря на то, что армянская лобби здесь хотела провести определенную акцию, и мы здесь этому не дали хода. С другой стороны, на государство... Наших соседей это очень нервировало, почему это Израиль всегда на таком уровне поддерживает, пытались изменить, повлиять, но никак не получалось у них, это и не получится. Это инвестирует каждый день, и обычно, когда представители азербайджанской диаспоры выходят на израильские масс-медиа, выходят на телевидение, это их раздражает еще больше. И поэтому они открыли посольство на две недели, как началась Отечественная война, они закрыли посольство, назвав Израиль сашистским государством. Какой умный политический шаг в кавычках со стороны официального Еревана? Да, политический шаг, который просто вызвал смех у израильского эстеблишмента. Они сказали, у нас так не было отношений на нулевом уровне. Все отношения... Мы ничего не теряем, нам это и не нужно. Это самый факт говорит о том, что Израиль является той критической страной, Азербайджан является той критически важной, стратегически важной страной для Израиля, и Израиль прекрасно знает своих друзей и прекрасно знает своих врагов. И то, что Израиль сегодня пытается наладить отношения с Турцией, говорит о том, что реально энергетика, экономика решают, что страны друг другу нужны, а не какие-то эмоции. Я очень надеюсь, в скором времени будет новый посол Турции в Израиле и Израиля в Турции. Я думаю, что все эти факторы сближения приведут к тому, что на самом деле уже сегодня отмечают, кстати, роль Азербайджана во всей этой ситуации. Очень интересно, Тохрумин Алим. Если возвращаться к теме Соединенных Штатов Америки, хочется напомнить также нашим телезрителям, что когда господин Обама пришел к власти, он, соответственно, и начал воспроизводить свои визиты, то его первый заокеанский визит был именно в Турцию в апреле 2009 года, если я не ошибаюсь. И сейчас, когда позиционируют Джо Байдена с тем, что он практически продолжит политику, которую вел Обама до прихода к власти Дональда Трампа, и там должно быть очень много совпадений, в частности, когда это касается внешней политики США, то тут можно произвести, возможно, какую-то параллель, как будут выстраиваться взаимоотношения Соединенных Штатов с Турцией. Это мой первый вопрос к вам. Видите ли вы такую параллель в этом? Такое предзнаименование, что, продолжая политику Обамы, стоит ожидать каких-то позитивных изменений, которые будут производиться не только в отношении Турции, но и в частности стран Ближнего Востока. И тут хочется ваше мнение также узнать о теме заинтересованности Соединенных Штатов в сближении Турции и Израиля, как двух стран Ближнего Востока, в которых заинтересованы сами Соединенные Штаты в укреплении своего присутствия на Ближнем Востоке. Ведь когда именно у власти был господин Обама, Барак Обама, тогда ходили такие разногласия в том, что на самом деле администрация президента не против укрепления связей с Турцией, именно Конгресс выступает против. Если Турция хочет показать свою лояльность и в целом заинтересованность в развитии двусторонних отношений с США, то необходимо побольше приглашать представителей из Соединенных Штатов, конгрессменов в Анкару, в Турцию, ну и там уже на двусторонней основе дискутировать, как можно развивать взаимоотношения. Что вы думаете, какие перспективы видите для этого, для Турции и для Израиля? Ну, я бы хотел отметить, что начиная с 90-х годов прошлого века отношения между Турцией и США, они как-то переменные, то есть или улучшаются, или ухудшаются, но говорить о том, что полностью разрыв будет этой отношения, к этому, конечно, не приходится, потому что все знают, что США это супердержава, но, кроме того, Турция это серьезное государство, член НАТО в регионе, сильная армия, современное светское государство управляется демократическим путем, то есть это как образец для региона очень важен, как турецкое государство. Естественно, здесь разговоры в последний период очень кризисные, в частности и арабская так называемая весна и другие амбициозные решения США в регионе, изменения ситуации и так далее, они не всегда учитывают интересы именно регион региональных государств и держав. В частности, например, и все говорили, что с приходом Обамы в регионе воцарится в мир и так далее. Но мы видим, что в политике Соединенных Штатов Америки в Ближнем Востоке были серьезные допущены ошибки. В частности, эта ошибка была и в сирийской проблематике и так далее, в частности, и в Египте и так далее. отношения с Турцией, если конкретно говорить, конечно, здесь очень много положительных, но есть и негативные моменты. В частности, я хотел бы напомнить, например, что если взять так, как в их отношении между Турцией и Израилем, несмотря на то, что негатив, который, особенно после 2018 года, наши отношения еще была попытка улучшения до 2018 года, опять пошли вниз, но, несмотря на это, наше государство, то есть Турция и Израиль продолжали экономическое сотрудничество и товарооборот между нашими странами, например, в 2019 году, то есть от 2016 года, где составлял более 4 миллиардов долларов, достигло до 6 миллиардов долларов в 2019 году и это постепенно увеличивается. Я бы хотел это отметить. Кроме того, экономические, я еще раз повторяю, отношения всегда были не к этим. здесь, конечно, надо учитывать и отношения США в регионе. Например, Трамп принял решение, которое долгое время никто не пытался решить этот вопрос. Это перевод, например, посольства из Тель-Авива в Ерес-Али. Это серьезный был вызов, так посчитали, по крайней мере, Турции и других регионах. Я думаю, что Трамп не учитывал региональные ситуации тоже интересы своих и региональных партнеров. Такие решения Соединенных Штатов конечно могут вызвать буру негатива в регионе. Кроме того, сейчас и последние дни правления, хотя с Трампом неплохие были отношения с Турцией, особенно покупка в Турции С-400 у России, другие решения, самостоятельные решения не очень нравятся американской стороне. И эти высказывания последние дни буквально, когда американцы до этого тоже определенные санкции были выданы против Турции и последние санкции тоже были против Турции. Мы здесь видим тоже двоякий подход американцев. С одной стороны как бы наказать Турцию, но с другой стороны полностью от себя отпугнуть. Но я думаю, что перед Байдена, который является опытным политиком, он непрост то есть он не пришел с бизнеса, он не пришел ниоткуда, он долгое время в политике и опытный человек, который знает регион, который хотя некоторые высказывания были. Хочу напомнить, что из-за этих высказываний Байден дважды просил извинения у Раджепта Абардогу она лично. Думаю, что отношения между Турцией и США не сразу же пойдут так скажем улучшиться, мы не должны ожидать таких сразу радикальных изменений. Я думаю, что вопросы будут постепенно разрешены. регион очень конфликтный, здесь интересы разнообразны, по крайней мере, политика США пока не изменится в регионе, особенно террористской тематикой, где американцы поддерживают те курдские группировки, которые Турция считает террористическими, или другие вопросы и так далее, и там подобное. Я думаю, что проблемы будут, но говорить о том, что эти проблемы будут настолько серьезны, что наши отношения пойдут вниз, или кризис углубится, этому не придется. Почему, еще раз говорю, турецко-американское отношение последние 20-30 лет вот таким образом зигзагно продолжается, то есть обе стороны, еще раз хочу повторить, что и Турция, и США являются членами НАТО, это союзники, американцы всегда говорят об этом, от этого не исходят, но когда Турция принимает самостоятельно некоторые решения, например, в частности, хочу напомнить, покупка С-400, это самостоятельное решение Турции, исходя из того, что американцы, несмотря на то, что они являются союзниками, но они свои системы ПВП, не продавали Турцию, Сенат просто запрещал. Поэтому вот эти некоторые моменты, которые приводят как бы негативу наших отношений, они должны все-таки отойти в сторону, и после этого, если они отойдут во второй план, мы можем говорить, что наши отношения будут налажены, отношения будут развиваться. Интересный момент как раз. В целом я хочу напомнить, что это во всем мире сейчас так происходит, почему? Потому что Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что является супердержавой, но все-таки им не удалось пока и не удается так бы сказать эту ношу, тяжелую ношу взять на свои плечи и вести до конца. То есть сейчас как раз и по этому поводу мы видим, что во всех региональных вопросах нет таких комплексных подходов. Каждая страна или каждая группа стран имеет свои интересы, и эти интересы, они разнообразны иногда Интересный момент вы как раз таки отметили. Буквально вчера мне на глаза попался документ, который описывал возможное развитие трехсторонних отношений США-Израиль-Турции. Этот документ был от 2010 года аж. И уже там говорилось о том, что Америка ведет такую политику. С одной стороны, она хочет диктовать условия и, разумеется, видеть Турцию лояльной к своей политике, но с другой стороны, боясь потерять и не желая терять Турцию как в регионе партнера, как партнера НАТО, поэтому ведется конструктивное и прагматичное поведение. У нас остается буквально... Ничего не изменилось. Да, ничего не изменилось. Прошло практически 11 лет издания того документа и ничего не изменилось. У нас остается буквально 3 минуты до конца эфира, Дмитрий, я хочу вернуться к вам и узнать ваше мнение об этой теме. Когда мы говорим, если будем затрагивать тему США и России, это отдельный эфир, там очень много чего можно говорить о возможности развития. Хочется узнать ваше мнение о дальнейшей политике США по отношению к региону, в частности к Турции и к Израилю. Что вы думаете об этом? Я бы тоже чуть пошире посмотрел, не только на Ближний Восток. Есть большое ожидание, что Соединенные Штаты вернутся к сделке с Ираном, и это без сомнения изменит отношение к конфигурации Соединенные Штаты и Израиль. Для Турции улучшение отношений между США и Ираном является более прогрессивным, без сомнения шагом, чем для Израиля. Но ухудшение отношений Соединенных Штатов и Израиля, что может быть, если будет повторяться политика Барака Обама при Байдене, будет заставлять Израиль искать новых союзников. И в этом отношении есть перспектива для развития отношений на север, и с Турцией, и с Россией, и с Южно-Кавказским регионом в целом. Поэтому, да, конечно, сейчас серьезные ожидания от новой администрации, всего пять дней, как прошло с реагурации Байдена. И я думаю, что на самом деле изменения будут серьезные. Опять же, роль Китая будет возрастать. Впервые было объявлено, что Китай обогнал США по объему прямых иностранных инвестиций в свою экономику. Китай становится новым игроком. И, может быть, поговорить теперь о том, какая роль будет Китая и передней Азии, и в зоне Персидского залива. Так что, мне кажется, что вот это взаимоотношение сейчас будет очень серьезный период турбулентности проходить. И говорить о том, что мы заранее знаем, как будет выстраиваться вот этот треугольник или четырехугольник, пока, мне кажется, очень тяжело. Что ж, мы будем надеяться, что ситуация будет развиваться. В частности, вы затронули интересный момент. Китай, которая, да, хотя Си Цзиньпинь отметил, что ситуация с экономикой очень сложная в Китае, но в целом вы абсолютно правы, что за прошлый год Китай на 2% повысил свое ВВП и, соответственно, развитие в экономическом плане. И там отмечается, да, вы тоже абсолютно правы, что уровень прямых инвестиций он увеличился, несмотря на то, что Соединенные Штаты ввели санкции против Китая. И, как отмечали многие американские эксперты, пытаясь, наоборот, усугубить экономическое положение Китая, США навредили самим себе в этой ситуации. Что ж, это тема для следующего эфира, а на сегодня, к сожалению, наше время подходит к концу. Большое вам спасибо, что нашли время и присоединились к нам, поделившись своим ценным мнением. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо, счастливо. Вы смотрели общественно-политическую передачу «Глобальная дискуссия» на телеканале CBC. Гостями нашего эфира были Ари Гуд, израильский эксперт в области международных отношений, Токрул Исмаил, турецкий политолог и профессор, и Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития в России. Яна Стасия Лаврина. Увидимся завтра в это же время. До скорой встречи.